Глава девятнадцатая. Гольфстрим. Подобную картину может передать лишь перо нашего знаменитого поэта, автора «Тружеников моря». Я говорил, что капитан Немо, глядя на волны, плакал. Действительно, горе его было безграничным. При нас он терял уже второго своего спутника. Какая страшная смерть постигла его друга. Раздавленный, сковерканный, задушенный страшными щупальцами спрута, размаженный в его железных тисках, несчастный был лишен погребения среди мирных вод кораллового кладбища. Что касается меня, отчаянный призыв на помощь надрывал мое сердце. Несчастный француз, позабывший свой родной язык, заговорил на нем, моля о спасении. Итак, среди этих людей, телом и душой преданных капитану Немо, избегавших, подобно ему, любого контакта с людьми за пределами Наутилуса, находился один из моих соотечественников. Он один представлял Францию в этой таинственной ассоциации, очевидно состоявшей из различных национальностей. Этот нерешенный вопрос беспрестанно вертелся у меня в голове. Капитан Немо ушел к себе, и некоторое время мы его не видели. По Наутилусу, душой которого он был и который отражал расположение духа капитана, я мог судить, до какой степени были сильны его горечь и отчаяние. Судно шло без определенного направления, подобно трупу по прихоти волн. Казалось, капитан не мог отойти от места битвы, в которой он лишился одного из своих друзей. Так прошло десять дней. Только первого мая Наутилус взял курс на север. Мы следовали по течению величайшей морской реки, имеющей собственные берега, рыбу, температуру. Я говорю о Гольфстриме. Это настоящая река, свободно текущая среди Атлантического океана. Воды ее не смешиваются с водами океана. Вода в ней более соленая, чем в океане. Средняя глубина ее равняется 3000 футов. Средняя ширина – 60 футов. В некоторых местах скорость течения доходит до 4 км в час. Неизменный объем ее вод превосходит все реки земного шара вместе взятые. Настоящий исток или начало Гольфстрима, исследованного капитаном Маури, находится в Гасконском заливе. Здесь начинают образовываться его воды, хотя еще мало отличающиеся по цвету и температуре. Потом они направляются к югу вдоль берегов экваториальной Африки, согреваются солнечными лучами жаркого пояса, переходят Атлантический океан, достигают мыса Сан-Роке на бразильском берегу и тут разделяются на две ветви. Одна из них идет к Антильским островам, где снова прогревается. Здесь Гольфстрим, как будто предназначенный самой природой поддерживать равенство температур и смешивать воды тропиков с северными водами, начинает играть свою роль уравнителя. Раскаленный солнцем в Мексиканском заливе, он поднимается на север к американским берегам, доходит до Новой Земли и, встретив сопротивление холодного течения из Девисова пролива, отклоняется к востоку, опять течет через океан, следуя лаксодрамической линии и снова разделяется на две ветви у 43-го градуса. Одна ветвь под действием северо-восточных посадных ветров возвращается к Гасконскому заливу и Азорским островам, а другая, обогрев берега Ирландии и Норвегии, доходит до Шпицбергена и, понизив свою температуру на 4 градуса, образует море, свободное ото льдов. Итак, Наутилус плыл теперь по этой реке в океане. При выходе из флоридского пролива Гольфстрим, имея 14 льев ширину и 350 метров в глубину, течет со скоростью 8 километров в час. Эта скорость по мере продвижения на север равномерно уменьшается, что имеет немаловажное значение. Если бы скорость и эта равномерность нарушились, то европейский климат подвергся бы таким изменениям, последствия которых даже нельзя предвидеть. Около полудня мы с Канцелем стояли на палубе. Я рассказывал ему об особенностях Гольфстрима. Потом я посоветовал Канцелю опустить руку в воду. Он сделал это и очень был удивлен, не ощутив ни холода, ни тепла. Это происходит от того, что температура Гольфстрима на выходе из Мексиканского залива почти равна температуре нашей крови. Гольфстрим – огромный носитель тепла, способствующий украшению западноевропейских берегов вечно зеленой растительностью. Если верить Маори, то оказывается, что если утилизировать всю теплоту этого течения, его достаточно было бы на поддержание в расплавленном состоянии массы чугуна, равной двум таким рекам, как Амазонка и Миссури. В это время скорость Гольфстрима доходила до 2 метров 25 сантиметров в секунду. Его волны, стесненные океаном, заметно возвышались над уровнем последнего. Цвет воды Гольфстрима гораздо темнее, что зависит от большого присутствия солей. Ее чистый цвет индиго резко отличается от зеленоватых волн океана. Линия их водораздела до того четкая, что близ Каролинских островов Наутилус носом уже касался Гольфстрима, а его корма была еще в океане. Гольфстрим увлекал за собой целый мир живых существ. Аргонавты, свойственные Средиземному морю, прогуливались здесь многочисленными группами. Из хрящевых замечательны были скаты с очень развитыми хвостами, занимавшими почти треть туловища. Они имели вид огромного ромба длиной 25 футов, а метровые акулы с громадной головой, коротким округлым рылом и заостренными зубами в несколько рядов, казалось, были покрыты чешуей. Из костистых рыб нам встретились губаны, обычные для этих мест, синагриды, у которых радужная оболочка вокруг глаз сверкала, как огонь, горбыли или сциены метровой длины, с широким ртом, вооруженные маленькими зубами, голубые корифены, отливающие серебром и золотом, рыбы-собаки с треугольными головами, голубоватые палтусы, совершенно лишенные чешуи, ботрахаиды с желтыми поперечной и продольной полосами в виде буквы Т, маленькие бычки, испещренные коричневыми пятнышками, представители семейства лососевых, стройные мугиломоры, которых велосипед посвятил своей подруге жизни, и, наконец, красивые американские кавалер-рыбы, украшенные всевозможными орденами и лентами, часто посещающие североамериканские берега, где живет народ, который, впрочем, очень мало уважает подобные знаки отличия. Ночью воды Гольфстрима блестели фосфорисцирующим светом, соперничая с нашим электрическим освещением, особенно во время частых гроз. 8 мая мы проходили мимо мыса Гаттераса на побережье Северной Каролины. В этом месте ширина Гольфстрима достигает 75 миль, а глубина – 210 метров. Наутилус по-прежнему плыл, не придерживаясь определенного курса. В этих условиях бегство наше могло бы осуществиться, нас никто не охранял. Берега были населенные и могли предоставить нам удобное убежище. В океане бесперстанно встречались пароходы, совершавшие рейсы между Нью-Йорком, Бостоном и Мексиканским заливом. Днем и ночью вдоль американского берега основали маленькие каботажные шхуны, которые могли бы нас подобрать. Нам показалось это благоприятным обстоятельством, несмотря на 30-мильное расстояние, отделявшее Наутилус от берега. Только погода беспокоила канадца. Мы приближались к тем местам, где часто бывают грозы, шторма и циклоны, рождаемые Гольфстримом. Пускаться на небольшой шлюпке в разбушевавшийся океан означало идти на верную смерть. Нэтленд сознавал это и грыз у дела, страдая тоской по родине. Излечить эту тоску могло только бегство. «Надо с этим кончать», сказал он мне в тот же день. «Я до сих пор не успокоюсь. Ваш Нэма все отдаляется от земли, идет к северу, а мне уже хватило южного полюса. К северному с ним не пойду». «Что же делать, Нэт, если в настоящую минуту бегство невозможно?» «Надо объясниться с капитаном». «Вы молчали, когда мы были около берегов вашей родной Франции, а теперь мы в морях американских, и я молчать не хочу. Как подумаю, что через несколько дней на Утилус будет на широте Новой Шотландии, что около Ньюфаундленда есть широкий залив, в который впадает река Святого Лаврентия, что река эта моя родная река, что на ней мой родной Квебек, так меня злость и душит. Нет, я скорее брошусь в море, а здесь не останусь. Мне душно здесь». Очевидно, у Лэнда лопнуло терпение. Его живая натура не выдерживала такого долгого плена. С каждым днем он менялся в лице, нрав его становился все угрюмее. Я понимал, что он невыносимо страдает, потому что и сам тосковал по родине. Почти семь месяцев мы не имели никаких известий с Земли. К тому же отчуждение капитана Немо, его мрачное настроение и задумчивость, особенно со времени схватки с эльсминогами, все это угнетало меня. Во мне исчезла восторженность, с которой я жил на Наутилусе первое время. Надо было быть таким невозмутимым, как консель, чтобы сжиться с этой средой обитания. Если бы у него вместо легких были жабры, он, право, был бы не менее счастлив. Ну? Спросил Нэт Лэнд, недовольный моим молчанием. Вы хотите, Нэт, чтобы я спросила у капитана Немо, каковы его намерения относительно нас? Да, хочу. Несмотря на то, что он уже высказал? Да, я хочу их слышать еще раз, в последний. Спросите от моего имени, если хотите. Но я его редко встречаю, меня избегает. Значит, надо идти к нему. Хорошо, Нэт, спрошу. Когда? Настаивал канадец. Когда с ним встречусь. Может быть, мне пойти к нему? Нет, предоставьте это мне завтра. Нет, сегодня. Хорошо, я с ним поговорю сегодня. Нэт Лэнд ушел. Я решил действовать немедленно. Лучше сразу покончить с этим делом, чем ждать его решения. Я пошел в свою каюту, и там услышал шаги в каюте капитана Немо. В случае с ним встретиться, я упускать не хотел, и постучал в его дверь. Ответа не было. постучал еще раз, потом повернул ручку. Дверь открылась. Когда я вошел, капитан склонился над столом, занятый чем-то и не слышал моих шагов. Я сказал себе, что не уйду отсюда, прежде чем не поговорю с ним, и подошел к нему поближе. Он вдруг поднял голову, нахмурился и резко спросил. Это вы? Что вам здесь надо? Поговорить с вами, капитан. Но я занят, я работаю. Я ведь вам предоставляю свободу работать в уединении. Почему я сам не могу ею пользоваться? Прием был малоободряющим. Но я решил все выслушать, потому что у меня было что сказать. Капитан, начал я холодно, мне нужно поговорить с вами о деле, не терпящим отлагательства. Какое такое дело? Спросил он иронически. Не сделали ли вы открытие, а я какое-либо упущение? Не выдало ли вам море одну из своих тайн? Он был далек от предмета. Но прежде чем я успел ответить, он мне сказал серьезно, указывая на рукопись, раскрытую на столе. Вот аронакс, рукопись на нескольких языках. В ней вкратце изложены результаты моих морских исследований. И я надеюсь, что труд этот со мной не погибнет. Подписанная мной, дополненная моей биографией, она будет вложена в такой аппарат, который не утонет и не промокнет. последний, кто останется в живых на Наутилусе, бросит его в море и он поплывет по воле волн. Его подпись, история его жизни, переданная им самим, его тайна со временем раскрытая. Но в настоящую минуту я в этой исповеди увидел лишь возможность приступить к делу. Капитан, сказал я, эту мысль, разумеется, остается только одобрить. Плоды ваших научных трудов не должны пропасть даром. Но для осуществления своей цели вы выбрали, мне кажется, средство довольно примитивное. Как узнать, куда этот аппарат прибьет ветер и в какие руки он попадет? Нет ли средства лучше? Может быть, вы сами или кто-нибудь из ваших «Никогда, Аронакс!» резко прервал меня капитан. «И я и мои спутники готовы хранить эту рукопись, если вы возвратите нам свободу». «Свободу?» вскрикнул он, встав с места. «Да, об этом я и пришел вас спросить. Мы уже семь месяцев находимся на вашем корабле, и сегодня я от имени моих товарищей и от своего собственного. Спрашиваю вас, намерены ли вы оставить нас здесь навсегда?» Я вам отвечу, Аронакс, то же самое, что говорил семь месяцев назад. Кто попал на Наутилус, тот уже его не покинет. Да ведь это плен. Называйте как угодно. Ведь и раб имеет право освободиться тем или иным способом. «Кто же у вас оспаривает это право?» «Я вас присягой не связывал», отвечал капитан. Он смотрел на меня, скрестив руки на груди. «Капитан», возразил я, «Говорить мы об этом больше не станем, поэтому я выскажу сейчас. Повторяю вам, что хлопочу не за себя одного. Для меня наука это работа и отдых, увлечение и страсть, которая может заставить меня забыть обо всем. Я, как и вы, могу жить в безвестности и уединении, мечтая о возможности передать потомству результаты моих трудов. Я одним словом могу вас оценить, могу следовать за вами без неудовольствия, играя роль, которую до некоторой степени понимаю. Но есть еще и другие стороны вашей жизни, такие сложные и таинственные, что ни я, ни мои спутники не имеем к ним отношения. И даже в те минуты, когда мы бывали тронуты вашими страданиями или восхищались вашим талантливым умом, мужеством и вашими подвигами, мы не смели выразить ни малейшего сочувствия или симпатии, какая всегда возникает при виде высокого дела, совершаемого другом или врагом. Потому то именно в силу сознания, что мы не причастны ко всему, что вас касается, мы не можем примириться со своим положением, мы не можем жить при таких условиях. Для меня это тяжело, а для Недленда невозможно. Каждый человек стоит того, чтобы о нем подумать. спрашивали вы себя когда-либо, до каких отчаянных вещей могут довести любовь к свободе и отлучение от работы такого человека, как наш канадец? Что он может придумать, на что решиться? Я умолк. Капитан Немо приподнялся. Предоставляю Неду Ленду думать, пробовать, решать, на что ему угодно, отвечал он. Мне что за дело? Не я искал его, не я для своего удовольствия удерживаю его на Наутилусе. А вы Аронакс, вы из числа тех людей, которые в состоянии понять все, даже молчание. Больше мне вам сказать нечего. На эту тему мы говорили сегодня в первый и последний раз. В следующий раз я вас даже не буду слушать. я вышел. С этого дня наше положение стало очень напряженным. Я слово в слово передал товарищам мой разговор с капитаном. По крайней мере, теперь мы знаем, сказал Нед, что от него ждать нечего. Наутилус подходит к Лонг-Айленду. Мы убежим, какая бы ни стояла погода. Не обохмурилось все сильнее и сильнее. Появились признаки приближающегося шторма. Воздух, насыщенный электричеством, приобретал молочный оттенок. Темные грозовые облака, сгущаясь и оседая над нами, быстро убегали к горизонту. Океан начал вздыматься огромными валами. Все птицы, кроме буревестников, исчезли. Барометр падал, указывая на большую влажность. Борьба стихий приближалась. Буря разразилась 18 мая, именно в то время, когда Наутилус шел в виду Лонг-Айленда в нескольких милях от Нью-Йорка. Бурю эту я могу описать, так как капитан Немо по необъяснимому капризу не ушел от нее в глубину моря, а захотел бороться с ней на поверхности. Ветер дул с юга запада сначала со скоростью 15 метров в секунду, к трем часам дня скорость ветра достигла уже 25 метров в секунду. Капитан Немо, непоколебимо выдерживая напоры ветра, не покидал палубы. Он велел привязать себя у пояса, чтобы его не унесло волнами. Забравшись на палубу и привязав себя, я любовался разбушевавшейся стихией, удивляясь и силе бури, и силе этого человека. Огромные тучи, казалось, задевали волны. Мелких волн я уже не видел в провалах между высокими волнами. Бушующие волны с цельными гребнями росли в высоту, сталкивались друг с другом, а среди них наутилус то ложился на бок, то взлетал наверх, то неистово метался. К пяти часам палил страшный дождь, но ни ветер, ни море при этом не утихли. Напротив, ураган дул со скоростью 45 метров в секунду, то есть с той силы, которая опрокидывает дома, срывает крыши, ломает железные решетки, сносит пушки крупного калибра. А наутилус наш среди такого шквала вполне оправдывал мнение одного ученого инженера. Хорошо построенный корабль в состоянии выдержать любой шторм. Наутилус был стальным веретеном, послушным и подвижным, без снастей, без мачт. Он дерзко и стойко боролся с яростью волн. Я внимательно рассматривал громадные валы. В высоту они поднимались метров на пятнадцать, в длину имели метров полтораста, сто семьдесят пять и катились со скоростью пятнадцать метров в секунду. Их количество и силы возрастали по мере глубины океана. И я понял назначение этих волн захватывать воздух и нагнетать его на дно морское, обеспечивая там жизнь с помощью кислорода. Их страшная сила давления по вычислениям достигает трех тысяч килограммов на квадратный фунт поверхности. Такие же гигантские валы снесли на гибридах гранитный утес весом пятьдесят тысяч фунтов. Разрушили двадцать третьего декабря на тысяча восемьсот шестьдесят четвертого года часть города Эдо в Японии. И со скоростью семьсот километров в час в тот же день домчались до берегов Америки. К ночи шторм усилился. Барометр упал до семьсот десяти миллиметров. Уже смеркалось, когда я увидел на горизонте большой корабль. Он шел медленно на малых парах, чтобы только держаться на воде. Это был, вероятно, пароход, курсирующий между Нью-Йорком и Ливерпулем или Гавром. Скоро он исчез во мраке. В десять часов вечера неба было все исполосовано молниями. Я не мог переносить их блеска, а капитан Немо смотрел на них, как бы вбирая в себя суть бури. Страшный шум наполнял воздух, грохот разбивающихся вол, вой ветра, раскаты грома. Ветер переносился с одной точки горизонта на другую. Циклон с востока, облетев север, запад и юг, возвращался снова на восток, сталкиваясь с циркулирующими вихрями южного полушария. Да, Гольфстрим правильно назвали королем бурь. Он создает такие ураганы вследствие разницы температур воды и воздуха над его поверхностью. Стена дождя вокруг нас сверкала и искрилась от разрядов бесконечных молний. Капитан Немо, не покидавший поста, казалось, искал смерти и хотел, чтобы его убила молния. Но Наутилус поднимал свой стальной нос, как громоотвод, и по нему соглушительным треском струились непрерывные искры. Выбившись из сил, разбитый, измученный, я добрался до люка, открыл крышку и сполз по трапу. Буря достигла высшего предела ярости. Стоять на ногах было невозможно. Капитан Немо вернулся к себе около полуночи. Я слышал, как резервуары мало-помалу наполнились, и Наутилус тихо погрузился под волны. Сквозь открытые иллюминаторы в салоне я видел больших рыб, мелькавших мимо, как призраки в воде светящийся вспышек молний. Наутилус опускался все ниже. Я полагал, что он остановится на глубине метров пятнадцать. Но нет, верхние слои были слишком взволнованы. Чтобы отдохнуть от качки, надо было опуститься метров на пятьдесят. Зато в какой спокойной, невозмутимой тишине мы очутились. Кто бы мог поверить, что в эту минуту над океаном бушует неистовый ураган. КОНЕЦ КОНЕЦ